Выбор во многих городах нашей страны очень скудный, когда дело касается аквариумистики. Крупные города эта беда обходит стороной. Давно планировал посетить один из таких магазинов в нашей столице. Дело в том, что в этом магазине проходил мастер-класс по оформлению террариума для фельзум. Оформляли террариум Георгий Короленко и Мария Климова. Известные люди в мире флорариумов, полюдариумов и даже вивариумов. У них есть своя группа ВКонтакте, на которую я подписан. Ссылку на эту группу оставлю в описании под этим видео. Возможно, вам будет интересно познакомиться с ними поближе. А то, что они делают своими руками, вы увидите в этом видео. Пока Григорий и Мария готовились к выступлению, у меня было время познакомиться с магазином и персоналом, который тут работает. Магазин называется экзаменю и он достоин, что по нему знали. Данный магазин находится по адресу город Москва, переулок Астраханский, дом 5. Открылся летом в 2018 году. Это профильный магазин, в котором есть практически все для аквариумистов и любителей рептилий. В экзаменю представлено более 200 видов рыб. Огромное разнообразие живых растений. В террариумном отделе большое разнообразие ящерин, змей, амфибий и беспозвоночных. Хороший выбор оборудования, химии, различных коряг и камней для оформления аквариумов. Магазин работает с 10 утра и до 9 вечера. Стоит сказать, что в Санкт-Петербурге на улице Промышленная, дом 5 также есть магазин экзаменю. Но, увы, я еще там не был. А теперь предлагаю посмотреть, как из стеклянного кубика получается красота. Здравствуйте! Мы компания Флорариум Плансет, это Георгий, меня зовут Мария. Сегодня мы находимся в московском магазине экзаменю и будем проводить мастер-класс по оформлению террариума под филзумку с использованием живых растений. В качестве террариума нам было выделено... Благодарим, во-первых, компанию Рептизао за предоставленный террариум. Вот, собственно, этот террариум 45 на 45. Сборный. Значит, мы уже немножко пообщались с этим террариумом, уже можем что-то сказать про них, в отличие от прошлого раза. Значит, из плюсов. То, что эта модель, она является полностью разборной, полностью сборной. Если честно, поначалу я боялась, что мы ее один раз и заберем, а больше никакой не соберем. Все нормально, в этом плане продумано, собирается, разбирается элементарно, все работает. Единственное, с моей точки зрения, как девушки, недочет, это дверки. Нам, вы видите, мы приклеили скотч, тут вообще как бы есть родной ключ, там тут конструкция продумана с присосочкой. То есть это вот так делается. Но нам не очень так удобно делать, поэтому мы немножко дополним в виде скотча, а вам там уж как будет удобнее. И еще один, наверное, одна фишка этой конструкции, то, что здесь есть стопор и дверок. То есть, когда вы открываете дверку, тиралью полностью собранной, она фиксируется в определенном положении. И если вдруг у вас какое-то быстробегающее животное, проще поймать, кто будет, и чтобы оно не убежало. Вот. Также, ну, про фельзум я рассказывать не буду. Будем мы сегодня в оформлении использовать фельзуму Грандис. По ним была лекция в аптекарском огороде недавно. Я так по верхам проскочу, что фельзумы это не крупные ящерицы. Они живут преимущественно во влажных местах. Большинство из них являются древесными видами. Поэтому в лучшем случае, в идеале, для них требуется все-таки террариум вертикальный, то есть где идет высота выше, чем ширина. Но в данном случае у нас есть вот эта конструкция, поэтому будем работать с ней. Точно так же здесь есть люди, которые знают нас, они знают, что мы занимаемся в основном преимущественно оформлением с промельевыми растениями. В этот раз мы решили, что делать одно и то же неинтересно, и мы решили попробовать сделать немножко иначе. Поэтому конечный итог будет сюрпризом и для нас, и для вас. Хотя, ну, мы, конечно, примеряли дома, но не все стопроцентно, как мы обычно вымеряем. Здесь будет все равно имитация леса, но это не будет биотопом, потому что, конечно, виды подобрать очень сложно, но, тем не менее, здесь будет много укрытий, которые нужны для этих животных, будут живые растения. И мы немножко упростили конструкцию по сравнению с питерским мастер-классом, то есть мы не будем использовать здесь систему опрыскивания. Ее можно будет потом поставить по желанию, но, в принципе, предусмотрено то, что это будет полностью ручное опрыскивание, как делают 90% людей на данный момент сейчас дома у себя. Переделка террариума тоже была, позднее немножко Георгий расскажет. Да. Ну, давай тогда. Так, еще из плюсов этого террариума, то, что он разборный, и, соответственно, его очень легко переделать под конкретное животное, потому что изначально все террариумы фирменные, они производятся с неким усреднением, то есть в них можно, в принципе, поддержать и животных требующей повышенной влажности, и пустынных животных. Вот. Но для большего эффекта, чтобы, например, содержать растения, нужно переделывать, доделывать, скажем так. Любой террариум нужно прикрывать вентиляцию, нужно делать дополнительные отверстия. Такой емкостик сделать очень легко, потому что каждая часть вынимается, вот, и с ней что хочет, то и делает. Можно самому вырезать отдельный кусок стекла, посверлить в нем в каких угодно дырок и тому подобное. Так, ну, начнем с того, что пока террариум подставлю в сторону. Подставку просто. Да, значит, собрал такую вот подставочку, вот, ну, просто, чтобы удобнее было. На ней крепление для светильника, розетки необходимые, вот, чтобы все это по углам не валялось. Вот. Если у вас есть тумбочка, это, кажется, лучше в тумбочке сделать. Это просто для наглядности. Так, ставим террариум. Вот. Первым делом ставим свет. Свет, я считаю, это вообще самое главное в террариуме с живыми растениями, потому что влажность, это не так важно. Можно подобрать растения, которые требуют низкой влажности, а вот без света растения жить не будут вообще никак. Вот. Это немножко переделанный трековый светильник. Их используют обычно в магазинах всяких для подсветки товара. Вот эта вот штука подвешивается на трек. Это такой рельс, только несущий. Вот. Соответственно, отсюда я удалил контакты этого трека и просто приделал обычный провод. Пропустил его сквозь трубу. Сейчас покажу, как это работает. Объясняю, пока Гоша собирает его. Значит, большинство растений, это очень частый вопрос, который нам задают. Вот. Показывают фотографию штатного света, штатного террариума. Говорят, я хочу растения. Какие можно? Значит, есть растения тенелюбивые, есть растения светолюбивые. Тенегоносливые. Да, тенегоносливые, вернее. Большинство растений, которые используются... Да, в общем-то, любые 90% растений, которые мы сажаем, что на окне, что в террариумы, они требуют освещения немного, скажем, совсем иного, чем животные. Поэтому штатный светильник можно использовать только в нескольких, ну, допустим, 2-3 штуки, если террариум невысокий, потому что некоторые лампы прибивают высоту, допустим, всего 20 см. Эффективность у них. 2-3 светильника родных, они, естественно, будут очень сильно перегревать террариум, будут сушить воздух, ну и плюс это очень громоздкая будет конструкция. Вот, этот светильник, по-моему, 36 ватт светодиод, и можно менять фокусное расстояние. Соответственно, вот этот луч, он может шире и уже быть. Соответственно, на любой высоте подвешиваем и регулируем уже. Можно брать и светильники фирменные, то есть это, по вашему несмотрению, можно брать светодиодные аквариумные, можно брать Т5 спокойно. Т8 желательно вообще не использовать. Можно использовать металлогалогенные светильники, они тоже хорошо, но металлогалогенки сильнее греются. И больше весит нам. Больше весит, да. Вот этот светильничек легкий, вот, у него хорошая цветопередача, около 90% это важно, потому что цвета будут выглядеть, естественно, под ним. То есть красный, это будет красный, а не коричневый, там зеленый-зеленый, а не синий. Вот, цветовую температуру мы выбрали 6500 Кельвина, хотя лучше, конечно, 4000, это симпатичнее выглядит, но так как тут еще будет ультрафиолетовая лампа, чтоб не было сильного различия, потому что ультрафиолетовые светят почти синим, вот, и будет некрасиво. То есть передняя часть будет подсвечена террариумом холодным светом, задняя теплым, вот, а так будет более-менее все в гамме. Ну, в общем, свет – это не более важная часть конструкции, на самом деле. Еще упомяну, что до этого мы использовали уличные светильники светодиодные, которые можно купить там в УБИ, в Нюра, Мерлен. В принципе, они тоже подходят, стоят в районе 700 рублей, но у них срок годности, ну, как бы, срок службы, ну, уходный, наверное, максимум. Там стоит очень мощная матрица, которая перегревается, вот, у корпуса недостаточное охлаждение, то есть к нему можно приделать вентилятор, вот, он будет дольше работать, но это все как колхоз и… Соответственно, выглядит это тоже не очень эстетично, если вам хочется красиво, то лучше берите фирмы. Ну, вот, мы делаем так. А теперь… Теперь давайте про дренаж расскажем. Вот, так как у нас тут будут растения, обязательно делаем дренаж. Делаем мы его из вот таких вот решеток вентиляционных, вот, это вентиляционные решетки для потолков Армстренг. Режется обычными, такими, кусачками, вот, собирается коров с ребром жесткости внутри, чтобы грунт не продавливал это все. Снаружи обтягивается москитной сеткой, которая на стяжке пластиковой крепится, можно термоклеем, вот, ну и любым другим способом, в принципе, это не важно. Это чтобы грунт не проходил в дренаж, не смешивался с водой. Высота дренажа здесь, ну, около пяти сантиметров. Вот, этого достаточно, потому что бортик невысокий. На самом деле, желательно бы, конечно, чтобы борт находился выше дренажа, но здесь такая конструкция, чтобы у нас… Ну, борт, он выше дренажа, вот, поэтому… Не намного сильнее, сейчас все это грунтом сожрется. Можно ли еще? Да. Ну, пока ты не положил. Вопросы, если какие-то возникают, подходы у нас перебиваете, спрашиваете, потому что информации много, хотим вместить все. После питерского мастер-класса поступало много мне вопросов, к примеру, о том, как делать объем больше площади дна, и не будет ли вот это все проваливаться. Вот Гоша сказал про ребро жесткости, вот оно вот здесь, не знаю… Да, просто полоска такого же материала… Либо можно использовать отрезки повалка труб и просто распределять их равномерно по площади дна. Тогда это все будет держаться, и ничего у вас не провалится, ничего переживать на эту тему не надо. Так, для чего нужен дренаж? Чтобы излишки воды при поливе проходили сквозь грунт, и в нем не задерживать, потому что грунт должен быть воздухо- и водопроницаемым. Если там будет застой воды, корни загниют обязательно. Еще момент. Если вдруг… Еще важно, почему высота дренажа и то, как мы его располагаем. Если грунт будет хоть в одном месте соприкасаться с водой, то есть у вас дойдет до верха, то капиллярным методом грунт весь намокнет, и у вас в любом случае будет закисание. И поэтому у вас должен быть достаточный объем дренажной новости. Между водой, которая содержится в дренаже, и самим грунтом должен быть хотя бы промежуток полсантиметра, чтобы не было никакого соприкосновения. Теперь как контролировать этот момент? Ну, можно просто заглянуть, посмотреть сбоку, допустим, сквозь прозрачную стенку, сколько там воды налилось. Вот. Здесь мы поступили немножко по-другому. Взяли вот такую вот штуку. Это от так называемого умного горшка. Там фирмы Личуза. Здесь вообще много всяких. Есть. Мега-фирменный. Это такой вот поплавочек. Вот. Вставляется в трубку. И стеклянный колпачок. Вот. Как работает? Ну, пока Коша собирает, скажу, что это уже такое, знаете, естествующее. Даже можно сказать, в каком-то плане извращение. Потому что обычно мы так не делаем. Ну, это удобно, хорошо. Обычно мы делаем такую вот эту трубку. Вода наполняется, поплавок всплывает и показывает, сколько ее там содержится. Соответственно, вторая трубка для слива дренажа. Туда засовываем шланг и обычно, как из аквариума, воду засовываем. Можно делать, если вы делаете небольшой террариум, бывает, что мы переносим вот эту трубку в заднюю стенку и там ее фиксируем. Можно сливать. Но это менее удобно в том плане, что высота больше этой трубы, и тогда она начинает выбирать сложнее. Соответственно, вот это основание всех этих штук будет скрыто грунтом. Да. И вот эта трубка для слива затыкается просто пробочкой, чтобы туда... Ничего лишнего попадало. Ни животные не лезли, ничего не сыпалось. А полив сверху просто или тоже через трубку? Не-не, полив всех растений будет сверху. Опрыскивание и полив, да. Чаще всего такой дренаж используется, когда идет система опрыскивания, но, в общем-то... В любом случае, воду из дренажа нужно предусмотреть, как удалять, потому что не бывает так, что вы поливаете, и оно все равномерно, сколько полили, столько испаряется. Вот. В любом случае, рано или поздно перельете, плюс животные, в частности фельдзумы, могут нагадить на растения, которые придется потом отмывать большим количеством воды. Вот. Естественно, все сливается в дренаж, и отсюда придется удалять. Ну и плюс этап запуска. На этапе запуска всегда требуется повышенная влажность и более усиленный полив. Обычно в это время больше контроль пока он подберет, сколько его надо. В общем, лучше предусмотреть. Это не так много времени занимает, чтобы его сделать, а проблем потом меньше. Так. Теперь. Короб дренажный лежит недостаточно плотно, тут есть небольшие зазоры, поэтому мы берем вот эти узкие сетки оставшиеся, просто произвольные. Можно брать ту же самую решетку, если бы это еще не обозволит. И просто запихиваем, вот так вот по углам уплотняем. Это для того, чтобы не просыпался бум. Если вдруг вас очень сильно раздражает то, что... Вот я покажу, на передней стенке мы уже закрасили, то есть мы вот так делали. Передняя стеночка была, на самом деле, прозрачная, вот как сбоку. Вот. Вот. Вот решетку это видно. Здесь мы просто закрасили черным баллончиком. Просто есть люди, которые... Сейчас, у, мне так не нравится. Вы можете заморочиться, но только ни в коем случае не сыпьте грунт между... Именно земляную смесь между коробом и стенками, потому что закиснет. Либо тогда сыпьте какую-нибудь мелкодрогранную лаву, либо... Ну, керамитом тоже не очень эстетичен, либо, если бы совсем прям уж у вас есть время, можно наклеить предварительно внутри стеклянные перемычки и сделать уже внутренний короб внутри, а вот стояние между перемычками и вот этим передним стеклом или боковыми засыпать, не знаю, хоть цветным песком там, хоть розовым, хоть фиолетовым, какой вам нравится. Так, затыкаем мы только сбоку, спереди, максимально придвигаем к переднему краю, чтобы плотно прилегало, а сзади оставляем щель. Щель оставляем, потому что мы туда будем сейчас запихивать декорацию, которую делали мы дома. Вот, здесь мы не имеем возможности ее сделать, потому что нам это требуется несколько дней времени. Я покажу. Вставай сюда. Ну, в общем-то, технология не особо отличается от того, что мы показываем. Вот такая вот штука. Сейчас, значит, расскажу, как это делается. Это относительно новый материал. Это панели... Мы первый раз используем, честно скажем. Панели из плюща, которые обвивают деревья. То есть их срезают пилой. Вот. И вот прям вот такие вот штуки отправляют. В чем нам это привезли? С зелеными веточками. Да. Это практически живание. Было даже подождение, что, наверное, она может как-то... Вот. Что-то из нее прорасти даже. Здесь очень много всяких щелей, да, в которые... Скрытые полости и тому подобное. В которые будут заползать животные. Вот. Светочки и тому подобное. Никогда вы их не найдете. Поэтому... Да, мы изначально... Все эти щели мы запениваем. То есть... Взяли стекло. На него приклеили вот такую же решетку. Силиконом, стяжками прикрепили вот эту деревяху. И щели все запенили. Вот. Пена застывает. На следующий день пена обрезается ножом. Выковыривается из всех щелей. Ну, придается форма, какая нам нужна. После этого пена покрывается толстым слоем силикона. Мы берем коричневый силикон. Можно брать черный. Прозрачный нежелательно, потому что это будет видно. Вот. И в этот силикон, пока он еще не застыл, вдавливаем торп сухой. Вот. Получается такая вот бархатистая поверхность. Вот. На нее очень хорошо прикрепляются корни растений. Вот. Выглядит естественно натурально. Вот. Вот. Силикон, когда застывает, он не токсичный, так же, как и пена. Вот. Полностью инертный материал. Можно использовать другие наполнители. Мы, на самом деле, изначально планировали, что у нас будет только коряга и будет ее достаточно. Но, к несчастью, оказалось, что щелей слишком много, нам пришлось заполнять их. Поэтому можно использовать, допустим, пену, покрытую плиточным клеем. Можно использовать пенопласт. Плюски здесь напихать и тоже их потом все покрыть, ну, как бы скрепить между собой и покрыть их торфяной смесью. Можно нитрофяной, можно кокосом, можно, в принципе, корой. То есть любым таким достаточно инертным материалом. Можно... Можно много вариантов. То есть можно строительный еще пенопласт брать. У нас просто оставался баллон пены, мы его решили добить на эту декорацию. Пена, естественно, попадает и на коряги, которые должны находиться на виду. Руками сложно ее чистить, ножом тоже в эти вот щели пробраться. Поэтому можно взять бормашину или дрель с насадочкой вот с такой. И вот эти вот остатки пены легко очищаются. Наштачка, наштачка. Ну, наждачки это. Ну, у нас же есть бормашина. Ну, дрель-то всяком есть. Девочек нет. Так, ну, теперь декорацию эту будем запихивать туда. Вставляется она очень плотно. Почему мы приклеиваем на стекло? Чтобы можно было это достать и показать. На самом деле это можно изготовить. Предначальностью эту декорацию смонтировать прямо на родном вот этом стекле. Вот. Если террариум не разборный, то тоже, естественно, все делать сразу на задней стенке. вот. Ну, лучше все сначала примерить себя. Потому что нам пришлось, к примеру, пилить. Честно скажу. Чтобы она вот так вот не болталась, ее сейчас придется приклеить тоже к заднему стеклу. Делаем это ультрафиолетовым клеем, потому что это происходит практически мгновенно. Да, вот. Покажу сразу. Тут хорошо сейчас видно. И тогда уже говорили впитывать. В общем, вот зазоры остаются. Они в любом случае у вас останутся. Они покрыты грудки. Ничего страшного. Растениями все это покроют. Достаточно быстро. Вот. Этот плющ. Ну, не знаю, как он в дальнейшем себя поведет, но я думаю, что все будет нормально. Конечно, он тоже будет покрываться прессинью. Насколько он прослужит, мы как бы не можем сказать. Но по опыту, допустим, плодовых деревьев, они очень долго служат птиральными. Мне кажется, что это тоже будет долго стоять. Не так быстро портится и гнить. Сейчас их достаточно много в продаже. Всяких разных видов коряк. Но вот просто здесь хорошо, что это монолитная конструкция изначально была. Мы ее не так много дорабатывали. Просто я с размером вначале ошиблись. Чем они прикрываются плесенью? Искусственные. Если вы берете, да. Можно брать, допустим, фоны родные для аквариумов объемные. Можно брать, некоторые литерариумы клеют просто, ну, как все оклеившиеся клеемки, фоны, которые кто-то распечатывает. Бывает. И я видела в интернете, я не знаю, как это сейчас называется, типа стадонцевых декораций, которые имитируют камень. Сейчас они во многих группах встречаются. Их можно купить. Я уверена, что литерариумов наверняка экзотеры производят. Наверняка рептизол делают вставные и родные фоны для этих объемов, которые не будут, не требуются заливания. Но у них минус, что к ним крепешь все, что к ним крепить растение тяжелее. То есть муховую стенку заросшую вы получите только тогда, когда этот фон у вас простоит данное количество времени не начнет портиться. То есть в тех местах, где он стерся, там мух уже будет цепляться. Пока он свежий. Здесь именно фишка в том, что это все может быстро достаточно зарасти в течение полугода. Обычно такие террариумы достигают пик своей красоты, а дальше уже момент стрижки. Родных декораций, на самом деле, сейчас очень много. Вклеиваем туда стекляшечку небольшую, чтобы плотно прилегало, потому что там есть небольшой зазор. То есть накапаем клей и светим ультрафиолетовым фонариком, который идет в комплекте. Сейчас мы это делаем, чтобы было быстро. Так можно тоже силикон использовать, спокойно совершать. Ну и заодно, вроде как, зрелищно интересно. Все, приклеилось. На самом деле, мы его используем в формлении маленьких террариумов. Очень удобно. Быстро. Он очень быстро сохнет. Ну и так же приклеиваем в текло. Писали, тоже спрашивали, можно ли использовать кокос. Можно. Но есть такое специальное кокосовое молокно, которое пропитано воском. Вот оно для растений не очень подходит. Точно есть во всех террариумных магазинах. Оно хорошо для животных, не вредно. Но из-за пропитки растения на нем приживаются плохо. Допустим, мхи вы на таком не сможете вырастить. Какие-нибудь лианы цветятся, типа маргравий, фикусов, не знаю, пелиони. Они спокойно будут по этому делу расти. Декорации приклеены сейчас. Поставляем монолит с задним стеклом для части. Следующий очень важный момент, о котором мы сегодня хотели поподробнее поговорить, это груз. Потому что тоже очень много у тебя вопросов на эту тему поступает. Мы так вскользь о нем говорили. У нас была где-то даже статья на эту тему. Какие должны быть характеристики у грунта? Что мы от него ждем обычно? Первое, что мы ждем, чтобы он нам служил подольше. То есть, соответственно, чтобы он не слежился, не уменьшался в объеме. Чтобы у него была достаточная воздухопроницаемость для корней. Потом учитываем, что все растения требуют разных условий содержания. Поэтому он должен складывать каким-то таким составом, скажем, универсальным. Чтобы мы не под каждое растение сыпали под одно песок, под другое, не знаю, суклинок. Чтобы это был грунт, который подходит более-менее всем видам растений. Мы могли их сажать. Этот грунт... Да, ну... Да, как я уже сказал, он водопроницаемый, воздухопроницаемый. Влагу он в себе держит, но не в таких количествах, чтобы корни закисли. Еще он очень медленно разлагается. То есть, там... В состав входят компоненты, которые очень долго гниют. Это... В общем, никакого сфагнума нет. Следующая задача, это подольше сохранять влагу для укоренения растений. Потом... Кора. Мелкая фракция и более крупная, около сантиметра. Она гниет еще медленно. Хватит, наверное, лет на 5-10. Вот. Без потери функционала. Ну и самая медленно разлагающаяся тут штука, это папоротниковое волокно. Практически не гниет совсем. Вот. Сохраняет свою структуру. Соответственно, этот грунт может использоваться в течение многих лет. Вот. Не терять своих свойств. Естественно, за первый год он немножечко осядет. Вот. Нужно будет либо досыпать, либо изначально класть его немножко больше с учетом осадков. Вот. Рецепт можете посмотреть, наверное, у нас в группе. Ну, в общем, это не секрет. Да. Я немножко дополню. Да. Изобрели рецепт этого грунта в ботаническом саду Алабамы. Вот. И, соответственно, его так и назвали. АБГ-Микс. Вот. Используют его сейчас во террариумисты всего мира. Вот. Считается самым лучшим грунтом для влажных террариумов. Содержит очень мало питательных веществ. В частности, азота. Вот. Поэтому он вполне подойдет и для хищных растений, которые большое количество азота не выносят. и для бромелевых, которые от азота обесцвечиваются. Ну, вернее, зеленее. Вот. Если нужно добавить удобрения, добавляем просто сверху, они впитываются в грунт и растения уже потребляют. Вот. Изначально грунт практически пустой. Ах, кто меня сбил, что-то хотел сказать умное. А, ну, я хотела немножко подробнее для совсем новичков постановиться на составе. Значит, для чего нужен уголь? Уголь нужен для того, чтобы пережить первую фазу, когда идет запуск террариума. Ну, и вообще, чтобы было наименьшее количество загниения, плесени. То есть, он идет как буфер. Плюс, у него он тоже добавляет объемности. Кора. Ну, скажем, несколько раз мы пробовали делать с корой одной фракции, но на наш взгляд, все-таки лучше стоит брать разных акционных, потому что тогда больше воздухообмен. Насчет триферна. Очень многие спрашивают, можно ли без него. Ребят, все можно. То есть, ничего от этого грунта станет хуже. В том плане, что он будет чуть менее объемный и… Может быть, более тяжелый. Более тяжелый. Можно использовать, например, лаву мелкую фракцию. Вполне она тоже не гниет. Вот. Тоже помогает поддерживать форму. Она забивается быстрее. Вот. Она и подзабивается. Да. То есть, просто мы немножко сокращаем срок жизни этого грунта, если мы не добавляем какой-то компонент. Мы еще добавляем листья. Ну, не знаю. Может быть, это излишне. Ну, нам нравится то, что… И внешне они будут немножко иначе. Плюс, для некоторых животных… Есть и дают питание для микроорганизмов и ракообразных, которые живут в грунте. В частности, макрицы там могут жить. И так бы сорвала. О, свинка сорвала. Ну, в общем, да. То есть, обычно еще в террористополопотне сажают в грунт каких-то животных, которые будут репить. В том числе вот и запот. Бывают дождевые черви. И это нечто дополнительное не дано. По поводу питательности, Гош уже сказал. Значит, не надо переживать, потому что ваше растение… То есть, вот эта стенка, она тоже не особо питательная, честно скажем. То есть, не надо переживать, что растение начнет прямо сразу чакнуть и голодать. В среднем такой закладки хватает, ну, наверное, в зависимости от растения, ну, в среднем все где-то полгода держат без удобрений. Мы поливать начинаем несколько раньше, то есть, с запасом, чтобы не проводить уже растение до того, что оно начинает терять цвет или как-то деформироваться. Обычно месяцев, ну, в таком объеме, месяцев с четырех уже стараемся удобрять. Удобрения мы не мучаемся, мы используем биогумус. Ну, честно говоря, какого-то рецептуры тут нет. Я беру кульмализатор, наливаю туда, чтобы была коричневая вода и просто все это выливаю на стенку. Если мне надо, чтобы растения стартанули побыстрее, это тоже не секрет, берете и идете в аптеку. Купаете аммиак, один миллилитр на литр. Но только его нельзя использовать на всех растениях. Допустим, если нам надо стартануть почву покровку или какие-то, типа там, фикусов, типа маргравий растения, вот это хорошо. А хищники и бромелли, конечно, не очень хорошо реагируют. Но, тем не менее, очень хороший действенный рецепт, допустим, у вас стирали покрытие нянцу куба, а он очень любит внезапно желтеть и говорить, я умираю. Вот, аммиаком его полили, и на следующий же практически день становится все, он уже с растворяется. А я еще рецепт не знаю. Нет, там такая маленькая концентрация, что можно пить, ничего не будет. Нет, на самом деле мы делали опыт и пытались вводить больше концентрации, но у нас так мнение и не сложилось однозначно. То ли у нас, мы используем рестемные растения, мы взяли для опыта перестоявшие. Так мы и не поняли, то ли у нас бактериалка пошла, то ли мы все-таки хаммиаком загубили. Но жечь можно, в общем. А, кстати, еще по поводу света. И пересветить можно растения. У нас тоже был опыт. Расскажем. Да, излишки света тоже, оказывается, бывает. Вот, как ни странно, в одном террариуме растения сначала росли нормально, вот, через неделю, наверное, начали сбрасывать цвет, то есть белый прозрачный становится. Вот, закрыли светильник бумажкой просто обычной, вот, через неделю все восстановилось, избыток света. То есть это к тому, что не бывает перебор света. Бывает, все можно, и любым можно переборщить и удобрениями, и освещениями. Так, ну, давай дальше. Так, давай же мы посыпаем уже. А, я чуть не упрала. Кто нам бы хотел помогать? Иди. Черпай, насыпай. Так, правильно, только она разваливается, поэтому помогай себе рукой. Я тебе потом сомневаюсь. Не смотри, насыпай. Сзади горочку делаем? Сзади горочку повыше, а там спереди, пониже, по бортику. Сыпь прямо переворачивайся. Да, не стесняйся. Грунт мы сыпем горкой по возрастающей к задней стенке. Это просто создает перспективу. Да, вот. Сосна. Можно использовать новозеландскую сосну, но это, наверное, мы берем обычную нашу. Продается, сошлоп на глазик. Можете подходить, не стесняйтесь, смотрите, трогайте. А дубовые, просто при суховом собираем дубовые листья сушим их. Можно и аквариумные, там, и клава, конечно, но просто... У нас куча была листового опада, поэтому мы используем его. Уголь... Обычный березовый уголь, боже, дорогие. Хотя в последнее время мы стали лениться, мы покупаем аквариумные, неоподробленные, просто засыпаем его. Да, вот так во времени очень большая экономика. Торф мы берем верховой. Цфагну мы собираем сами, но, в общем-то, подойдет любой цфагну, которую вы покупаете в цветочных магазинах. Просто отличие живого с фагнумом собранного самостоятельно, что потом он может все равно продать. Вы его сверху кладете на грунт? Нет, мы его тоже в грунт добавляем. Да, сюда. Но, бывает, где-то и какие-то щели им затыкаем, безусловно. То есть, периодически прорастает, и это нормально. Слушайте, я вот сейчас врать не буду, но... Одна часть торфа, одна часть фагнума, одна часть угля, две части коры, две части папоротников волокон. Триферн, это новозеландский древовидный папоротник. Его стволы измельчают, получается, что такое, ну как, похоже на мелкие, такие черные палочки. Найдите этот кусок. Я вам сейчас... Вот, я пытаюсь. Наренько издавленный до конца. Чем оно интересно, что он очень долго сохраняет... Короче, он не гниет практически. А кокосовый? Кокосовый нет, нельзя. Кокосовый загнивает при большой влажности. Не-не-не, такой как мочалка. Вот, вот. Не знаю, тут не видно будет. Вообще, он в оригинале темно-корейский, такого с красным отливом цвета. Используется орхидейщиками как блоки. То есть, из них делают еще блоки, и они используются как, ну скажем, стенка для крепления растений. А пока хватит? По поводу него еще... Да, в принципе, наверное, про него больше нечего сказать. Потому что это сейчас не дефицит. Во многих местах он тоже продается. А по-моему, не знаю. Он уже убежал, по-моему. Грунт, когда мы положили, ну вот, я вижу. Так, это еще не все. Да, еще он будет докладываться. Грунт будем докладывать в зависимости от того, как декорация сейчас расположена. Вот эти ущелья по бокам, тоже они нежелательны. Потому что фельдзумы будут там сидеть постоянно, их не будет видно. Затыкаем их просто мхом. Значит, мох... Мох это экзотеровский, вот, который в брикетах продается. Упаковка не сохраняется. Ну, в общем, он продается тоже. Мы уже пробовали несколько раз, он может потом ожить вполне. То есть, если мох зеленый. Да, как определить, оживет мох или не оживет? Если он сушеный, но зеленый, то 90% того, что он оживет, если ему хорошие условия создать. Если он уже побелел или покоричневел, то все, он... Этой пачке имерный материал используется. Вы его... А просто набрать фельдмок можно? Да. Можно, смотри, как он. Сейчас я про экзотерский немножко расскажу. Экзотерский все просто. Мы его замачиваем, ждем, пока он обогнет, ну и вот наслаждаемся. Самхами, которые используются в садоводстве. Что можно? Это тоже обычный лесной мох, на самом деле. Да просто с фабном в лесу. Можно, можно. Значит, со сфабном следующая история. Он может у вас прорасти, но поскольку ему требуется как бы смена циклов, то есть зимовка, то обычно полтора года он живет. То есть потом он у вас будет просто как мертвые ворсинки торчать. Но наш отечественный лесной мох то же самое. То есть вы как попадете? Вы можете попасть на вид, который будет у вас жить несколько лет, а который живет у вас там полсезона, допустим. Но ничего страшного. Это нет своей функции. Затычка будет уполнять. Можно другим, любым буфером. То есть это просто сейчас наиболее быстрый вариант. Поэтому используем его. Что? Декорацию, наверное. Ну, правильно. Мы в этот раз очень давно хотели, если, наверное, не экзаменю и ваш интерес к нашу деятельность. Мы, наверное, не скоро решились на этом. Есть сейчас все чаще, когда вы попадаете в магазина. Да, это пробковые стволы. Вот это. Мы хотели правду попробовать. Наконец-то решили. Они бывают абсолютно разных диаметров, разной длины. Используются как горшки. Вот, например, на пенили. Для примера, то есть народ набивает сюда земли, сажает или мхо-мхо. Вот мы решили попробовать собрать из таких декораций. Изначально у нас был ужасно серьезный план. Мы купили полохотрубы для того, чтобы все это плохо держалось. Хотели сделать постов. Но, в общем, перемудрили. Честно скажем, размер террариума не позволил нам сделать эту конструкцию. Пришлось менять на ходу. Диаметр вот этих некоторых стволов пришлось уменьшать, потому что, ну, размер террариума все-таки небольшой, вот, стволы толстые. Соответственно, разрезал пилой вдоль, удалял часть, стягивал стяжками и внутри запенивал. Соответственно, пену снаружи тоже, только силикон. Вот. Они, во-первых, получаются очень прочные. Вот. Не будут подвержены деформации из-за влажности. Поближе. Вот. Можете поближе посмотреть. Здесь вот видно, как стяжки. То есть не везде нужно менять диаметр. Бывают тонкие. Просто нам привезли. Что привезли, мы уже работали с тем, что было. Здесь вот мох, он тоже живой, он тоже оживет. Ну, понятно, что непонятно, сколько он проживет. С чем еще плюс, почему мы решили этот материал взять? Потому что фельдзумы, отклад, ну, как бы любят такие укрытия, и в том числе они откладывают яйца в таких вот укрытиях. Вот. То есть в данном случае им будет комфортно. Ну, заботились в том числе о животных. Ну, давай фельдзумы. Так, композицию мы пока еще даже и не прикидывали, вот, поэтому сейчас какое-то время займет, чтобы это все... На самом деле это неправда. Естественно, все вот это, ну, прикидывали, но получилось плохо, поэтому сейчас бы идет по-другому. По поводу хатскейпа, нужно ли заморачиваться, это, наверное, на усмотрение у каждого человека просто, ну, наверное, наша душа просит. Со временем растения все это покроют, они не все будет так видно, точно так же, как и в аквариуме изначально вашей труды, но если вы не будете давать природе волю, будете регулярно пропалывать и поддерживать на должном уровне, то изначальная задумка, она сохраняется в любом случае. Ну, по поводу того, как раскладывать, это не мне вас учить, есть куча и сайтов, и уже школ, которые этим занимаются, и все аквариумисты могут вам это рассказать. У нас нет специального образования, мы сами, хотя бы не однократно, выступали, ну, в общем, все приходит с опытом, скажем так, ну, третий, на четвертый террариум уже немного проще. Я даже не знаю, что это уже есть. Мы пытались, честно говоря, изначально имитировать выбранную нами фотографию природной среды, но получилось... Ну, вы бы подвела высота террариума. Был бы он повыше вот так вот, получилось бы хорошо, а вот тут не смотрится. В результате, мы считаем, что громоздка, поэтому вы нас, простите, мы сейчас при вас немножко составим. Скорее всего, после мастер-класса мы это переделаем, потому что нам душа не позволит оставить. Но мы хотим вам еще сегодня про растения рассказать, поэтому сейчас композиция будет не до конца. Обязательно, я думаю, что их заменю и мы сфотографируем, что в итоге мы соберем. Обычно хардскейп у нас занимает час-полтора дома с баталией. Если прямо делать идеально, то мы делаем... Ну, я делаю в нескольких заходах. То есть, там, кошек покопался, я подошла, поделала. То есть, это такой творческий процесс, ну, в общем-то, бесконечный. Менять что-либо в террариуме после запуска совершенно спокойно. Можно что-то доложить, у нас такие ситуации бывают. Буквально недавно у нас была ситуация, мы сделали большой террариумный заказ и спустя полгода поняли, что он так красиво разросся, что нам не хочется его стричь, но коряка не видно вообще. Вот. И пришлось к моменту того, как мы отдавали клиенту, просто положить коллеги сверху, что еще даже лучше, чем было изначально. То есть, менять можно всегда, это все на ваше посмотрение. Старайтесь брать нечетное количество, это я вам так скажу в некоторые азы, потому что четные всегда смотрятся топорные, не стараемся не делать параллельных линий. Максимально естественно. То есть, куда? Ну, надо вот чуть-чуть такое, что потом она растет. Ну, понятно, что это да. А, вот резунка, она вот в них живет, да? Ну, они там, да, не используют. Ну, они древесные, они будут снаружи бегать, а в дуплых они будут откладывать яйца, да. Ну, то есть, имели бы никакой там дожек, или у него специально не нужен? В данном случае нет. То есть, здесь некомфортность животного, она учитывается. Но единственный момент, что вы должны понимать, что все террариумы, в которых находятся и растения, и коряги, особенно в больших количествах, и если мы используем, допустим, фельдзомы, они хоть и скрыты, но они дневные животные. Есть же еще ночные животные, которые, то есть, если вы хотите смотреть на животное и видеть его каждый день, то такое оформление это не совсем ваш вариант. Потому что найти животное не очень просто. То есть, мы с вами в террариумах дома тоже периодически ходим, думаем, господи, где они, их нету, они исчезли, они сбежали. Потом фельдзара. То есть, сюда фельдзомы будут запущены, но отловить ее будет очень непросто, и увидеть каждую свободную... Отлавливать придется, потому что для фельдзомы граньбис террариум маловато для взрослых, но, соответственно, пока они мальки, они там хорошо будут жить. Когда вырастут, уже нужно будет пересаживать в объем побольше. Сюда еще. Сюда и не надо. Но здесь опять что-либо? Или вкопать хочешь? Да, абсолютно, что не хочу. Это просто хорошо, можно. Можно даже и по страстинкам делать. А потому что мы не задерживаем, тогда еще все сделаем. Ну, вот эту грунту должна быть. Малинбекию сюда, малинбекию сюда. В общем, мы обычно стараемся, чтобы эти творческие муки не выносить, потому что это очень долгое дело. У нас даже было пару раз, когда спрашивали, как мы это оформляем вместе. Мы все время любаемся, говорим, угу, прекрасно. Да. То есть, чтобы они требовали одинакового уровня влажности, допустим, не сильно разнящегося грунта и не сильно разнящегося уровня освещения. Потому что мы не можем обеспечить всем растениям все по их потребностям. В основном мы оформляем, как я уже говорила, бромелевые. Вот. На самом деле, не только. Просто в основном наш кофе. Вот примеры наших работ есть. Если кто хочет, потом посмотрим. Вот. Это называется растение нейригелия. Вот. И тиланси мы еще используем. Ну, криптаны. Сегодня мы без них обойдемся. То есть, тиланси ими? Да. Ну, мы сегодня будем с тиланси. И через тиланси просто принесли? Немножко, чтобы вы были в курсе, что это такое. Сейчас тиланси тоже уже не дефицит. Они есть, по-моему, даже в экзамене уже я видела. Вот. Вот у меня в руках тиланси и ананты. Это одна из самых простых тилансей. Считается ей крупных. Ну, вернее, тиланси и ананты и ананты. Я надеюсь, что это ананты. На самом деле, их миллиарды гибридов сейчас. И мы сами не знаем всего. Я думаю, мне кажется, даже те, кто их разводит, не знают всего. Потому что бывают и путаницы. Постоянно создается селекция просто безумнейшая. Точно так же, как и с нейригелиями. Значит, чем интересны эти растения? Во-первых, это эпифиты. То есть, это растения, которые получают... Им не нужны корни, как основной тип питания. Если те же нейригелия брать, они могут получать через корни питания. И, на самом деле, им посадка в какой-то субстрат даже желательно. То для тиланси это не является каким-то прям таким табу. Вот такие тиланси, они в основном в природе растут на открытых участках. С пекущим просто солнцем безумным. С гуляющим ветром. То есть, это хорошая вентиляция. Это сильный направленный свет. И увлажнение им тоже обязательно. То есть, периодически выпадающие осадки. В чем особенность их? Они... То есть, буквально, как из-за вчера мне человек писал, можно мне тилансию Red. Не бывает тилансии Red. Бывает тилансия Ananta, которая зацветает. Во время цветения их растения набирают цвет. Данное растение становится красным. Выбрасывает цветок небольшого размера. В оригинале у Ananta он фиолетовый. Вот эта розетка становится красным. Цветок отцветает. И розетка постепенно сбрасывает цвет. Есть у меня в одном флорариуме тилансия, которая осталась в красном варианте. Она живая. Я не знаю, с чего это связано. Лично с уровнем цвета. Она в 10 сантиметрах от 50-ваттного светильника. Просто она вырабатывает... Уже защитный рефлекс. То есть, можно от зеленых растений добиться того, чтобы они были более красными, если их пересвечивали, но не сжигать. Вот. В нашей тилансии бывают совершенно разных цветов. Бывают уже варианты и желтые. То есть, розетка становится желтая. Это вот ионанты. Допустим, это вот тилансия Ananta. Кстати, здесь даже с цветочком она есть. Это красный цветок. Значит, растение после того, как отцвело, дает много деток. Вот, например, явно цветшее растение. Вот, имело много деток в пазуху. Вот. Сейчас мы будем их сажать. Так, еще собрали их. А ты просить не понял? Так, еще собрали его, Субтитры сделал DimaTorzok 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 У меня есть задумка сделать серию выпусков про этих созданий Но прежде напишите в комментариях, будет вам интересна такая тематика или нет На этом видео подошло к концу Спасибо вам за внимание и будьте в курсе всех аквариумных событий вместе с каналом Пар Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok